Сегодня я хочу немножко с вами поговорить про 133-й дав трактата Баба-Батра. И здесь немножко даже Агады есть, и новая Мишна. В первую очередь хотел рассказать одну здесь историю поучительную из... Да, тут в конце суги до следующей Мишны. Вверху второй стороны листа. Говорится следующее, что какой-то человек сказал, что он отдает ему что-то такому-то, а после него такому-то. И первый мог унаследовать, был из потенциальных наследников. Помните, мы говорили, что в такой ситуации у нас Аллаха, что уже второму вообще ничего не остается. То есть раз он сказал, что дает первому, а первый в принципе наследник, то теперь уже после смерти первого идет это его наследником. А второму уже ничего не достанется. Такой закон уже был. Но один из мудрецов здесь не знал про этот закон. Какой-то был Рав Илиш. И он считал, что нужно отдать второму. И сказал ему Рава, один из величайших, может быть, величайший мудрец своего поколения, такой Рава, сказал ему, что даянии де хацацта так судят. Что это за даянии де хацацта? Судьи хацацта. Одно из объяснений здесь у Равина Гершема, и как первое из объяснений это приводит Ражбам тоже, что имеется в виду, что были люди необразованные, которые не знали хорошо законы еврейские, но иногда они тоже, видимо, когда не было, может быть, в местах, где не было мудрецов Торы, их назначали как судей. Так они просто судили то, что им казалось, да, как по-русски говорят, по понятиям, да, вместо того, чтобы судить по закону, они судили по понятиям. Ну, как логично было, да, если двое спорят, отдадим половину одному, половину другому, например. Да, вот легко любую тяжбу так, да, найдем такой компромисс. В общем, это были какие-то судьи, которые, не зная законов, судили, судили, как им кажется, логичным и справедливым образом. Вот, и сказал Мурава, что вот как раз про это когда-то послал другой мудрец, что в таких ситуациях все имущество остается первым у его наследника, как мы уже сказали. Так Рава Ильиш тогда очень расстроился и стеснялся, что вот, мол, да, чуть не произошло из-за его ошибки, да, неправильный произошел бы суд. Так тогда, может, и другие суды, которые он судит, Рава подумает, что он все время судит по понятиям, так сказать, или по справедливости, как ему кажется. И на это сказал ему Рава, не бойся. Есть такой стих в пророке Шаягу. Я Всевышний, можно перевести так, вовремя приду на помощь, что ли, вовремя, быстро приду, когда понадобится, в смысле, что все произошло именно шамаем, что я не подозреваю, что ты постоянно судишь неправильно. Наоборот, человек, как ты, правильный человек, наверняка все уж ему поможет. Поэтому так получилось, что я здесь находился, что когда у тебя вышла ошибка, я тебе сообщил об этой ошибке сразу, чтобы не был неправильный суд. Но в других ситуациях, когда ты судил, наверняка, раз никто рядом не оказался, значит, ты судил правильно. Не нервничай зря. Окей, Мишна описывает очень важный закон, мы уже его немножко касались, а именно, если человек хочет написать все свое имущество другим и не отдать своим детям, своим законным наследникам, то то, что он сделал, это срабатывает. Мы уже скажем, что человек может подарить все, что угодно, и поэтому, если это не как ируша, а не как наследие, а как подарок, то это срабатывает. Но мудрецы им недовольны. Эйн руаха хамим, но ха имена. Люди недовольны, да, мудрецы не хотят, чтобы человек не отдавал имущество своим детям, а отдавал на другие цели. А Рабан Шимон Гамлеэль говорит, что если его дети не ведут себя правильно, не кошерно себя ведут, тогда, наоборот, правильно он поступил, что решил их наследство. Что касается практических лохи, есть на что положиться, если ты отдаешь даже большие части своего наследства другим, или на какие-то важные цели, которые, на ешивы, еще на что человек верен, можно организации Кирова, на Миквы, на какие-то митсвы, при условии, что хотя бы часть осталась детям. То есть, если часть делят потом по закону Тора, часть наследства, то остальное разные раввины разрешают отдать на те нужды, на которые человек хочет. Интересная здесь очень история, я сказал, что здесь Агада будет про раби Йосефа бен Йоэзера. Вы помните, был такой мудрец еще в самые ранние поколения, ведь у нас очень мало известно вообще про мудрецов второго храма, кроме самых последних поколений. То есть, до времен Хилала, фактически, это все, буквально отдельные истории есть, практически все эти поколения между Шиманом Ацадиком, так сказать, Шиманом Праведником и Хилалом Эшамай. Так вот, Йосеф бен Йоэзер, он был делал из первых, первое поколение Зугот, так называемое, когда было два мудрецов, Йосеф бен Йоэзер и Йосеф бен Йохананан. Помните, в трактате «Поучение отцов» в Перкиавод описываются эти двое, и есть несколько историй про этого Йосефа бен Йоэзера в разных местах Талмуда и в Медрашах, и вот одна из таких историй, что у него был сын, который как раз вел себя не особенно кошерно, и он решил лишить его наследства, и завещал там какую-то элиту, чтобы это не значить, здесь пут точно, что это, но какое-то количество серебряников, которые у него были, он их решил завещать храму, осветил, да, Хэгдэш сделал храму, чтобы тот не получил его наследство. Вот, а получилось в результате, что этот сын Йосефа бен Йоэзера женился на какой-то девушке, и потом он ей купил, когда они купили рыбу какую-то, и оказалось, что в рыбе находится очень дорогой драгоценный камень. И он тогда принес его в храм, ему посоветовала жена, что храм ему тебе даст лучшую цену, и храм оценил этот камень действительно за огромную сумму денег, и гораздо большую, чем то, что когда-то его отец посвятил храму. Но у храма даже не было таких денег, и он тогда, этот сын Йосефа бен Йоэзера сказал, окей, давайте то, что есть, а остальное я дарю храму. Получилось, что он храму подарил больше, чем его отец даже. Но, с другой стороны, у храма огромную сумму денег, и он забрал в каком-то смысле, да, тем, что храм получил этот драгоценный камень. Я не знаю, что потом делал храм с драгоценным камнем, да, есть драгоценные камни, которые можно использовать для Коэн Гадоля, для его Хошин Мишпад, есть драгоценные камни, которые просто можно потом перепродать. Храм же, в принципе, казначейство храма, у них были определенные виды имущества. Если, например, человек подарил осла храму, он же может Магдеш, опять же, сделать Хэгдеш, любое свое имущество, то что храм делал? Вот, могли этого осла продать, например, и деньги использовать для того, что требуется храму. Ну, так или иначе, вот такая интересная история. Видите, даже у великих праведников, у великих лидеров не всегда дети были такие уж кошерные. Но, в всяком случае, здесь там вот обсуждают все-таки, спорят ли мудрецы с рабом Шумимом и Гамриэлем или нет. Но, как я сказал, у нас халаха, что не следует. Все, имущество отдавать другим, или даже давать на цедаку. Какая-то часть хотя бы должна быть, желательно оставить детям, чтобы они получили наследство по Торе. И на этом я на сегодня закончу. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.